Синяя борода. Шар-перо. Жил когда-то человек, у которого были прекрасные дома и в городе, и в деревне, золотая и серебряная посуда, кресла, украшенные шитьем, и золоченые кареты. Но, к несчастью, у этого человека была синяя борода, и она придавала ему такой уродливый и страшный вид, что не было ни женщины, ни девушки, которая не убегала бы, завидев его. У одной из его соседок, дамы знатной, были две дочери, дивной красоты. Он попросил выдать замуж за него одну из них и предоставил матери выбрать ту, которую она согласится за него отдать. Обе не хотели идти за него и отказывались от него, одна в пользу другой, не в силах избрать мужем человека, у которого борода синяя. Внушало им отвращение и то, что этот человек уже несколько раз был женат, а никто не знал, что стало с его женами. Чтобы завязать более близкое знакомство, синяя борода пригласил их вместе с матерью и тремя или четырьмя лучшими подругами, а также несколькими молодыми людьми и их соседями, в один из своих загородных домов, где гости пробыли целую неделю. Все время было занято прогулками, поездками на охоту и на рыбную ловлю, танцами, пиршествами, завтраками и ужинами. Никто не думал спать, и каждую ночь напролет гости изощрялись во всевозможных шутках. Словом, все устроилось так хорошо, что младшей дочери стало казаться, что будто у хозяина дома борода уже совсем не такая синяя, и сам он человек весьма порядочный. Как только вернулись в город, свадьба была решена. Через месяц синяя борода сказал своей жене, что ему надо уехать в деревню, по крайней мере, недель на шесть ради важного дела. Он попросил ее развлекаться во время его отсутствия. Говорил ей, чтобы она позвала своих подружек, чтобы она, если и захочется, свезла их за город, чтобы всюду она ела все самое вкусное. «Вот», — сказал он, — «ключи от обеих больших кладовых, вот ключи от посуды золотой и серебряной, которые подают не каждый день, вот ключи от сундуков, где хранится мое золото и серебро, вот ключи от ворцов, где лежат мои драгоценные камни, вот ключ, что отпирает все комнаты в моем доме». А этот маленький ключ — ключ от комнаты, что в конце нижней большой галереи. Открываете все двери, всюду ходите, но входить в эту маленькую комнату я вам запрещаю. «И запрещаю так строго, что если вам случится открыть туда дверь, вы можете всего ждать от моего гнева». Она обещала в точности соблюсти все, что было ей приказано, а он обнял жену, сел в свою карету и уехал. Соседки и подружки не стали ждать, чтобы за ними посылали гонцов, а сами поспешили к новобрачной. Так не терпелось ему увидеть все богатства ее дома. А пока там был ее муж, они не решались посетить ее из-за его синей бороды, которой они боялись. Вот они сразу же и начали осматривать комнаты, комнатки, гардеробные, превосходившие одна другую красотой и богатством. Затем они перешли в кладовые, где не могли наполюбоваться красотой бесчисленных ковров, постелей, диванов, шкафчиков, столов и зеркал, в которых можно было увидеть себя с головы до ноги, края которых у одних стеклянной, у других с полос заоченного серебра, были красивее и великолепнее всего, что только случалось им когда-либо видеть. Не переставая завидовать, они все время превозносили счастье своей подруги, которую, однако, вовсе не занимало зрелище всех этих богатств, ибо ей не терпелось пойти открыть внизу маленькую комнатку. Ее до того одолело любопытство, что, не приняв соображения, сколь невежливо покидать своих гостей, она спустилась по потаенной лесенке, и притом с такой поспешностью, что раза два или три, как ей показалось, чуть было не сломала себе шею. У двери в маленькую комнатку она постояла несколько минут, вспоминая запреты, которые наложил ее муж, и размышляя о том, что за это непослушание ее может постигнуть несчастье. Но соблазн был так силен, что она не могла победить его. Она взяла ключик и с трепетом отворила дверь. Сперва она ничего не увидела, потому что ставни были закрыты. Через несколько мгновений она стала замечать, что пол весь покрыт запекшейся кровью, и что в этой крови отражаются тела нескольких мертвых женщин, висевших на стенах. Все это были жены синей бороды, который вступал с ними в брак, а потом убивал. Она подумала, что умрет со страху, и выронила ключ, который вынула из замка. Немного придя в себя, она подняла ключ, заперла дверь и поднялась к себе в комнату, чтобы хоть несколько оправиться. Но это ей не удалось, в таком она была в волнении. Заметив, что ключ от маленькой комнаты запачкан кровью, она два или три раза вытерла его, но кровь не сходила. Сколько она не мыла его, сколько не терла его песком и песчаным камнем, все-таки кровь оставалась, потому что ключ был волшебный, и не было никакой возможности совсем очистить его. Когда кровь счищали с одной стороны, она появлялась на другой. Синяя борода вернулся своего путешествия в тот же вечер и сказал, что получил дорогой письма, сообщавшие ему, что дело, ради которого он ехал, разрешилось в его пользу. Жена его сделала все возможное, только бы доказать ему, что она в восторге от его скорого возвращения. На другой день он потребовал от нее ключи, и она отдала их ему. Но у нее так дрожали руки, что он без труда догадался обо всем случившемся. «Отчего это?» спросил он ее. «Ключа от маленькой комнатки нет вместе с другими ключами». «Наверное», сказала она, «я оставила его наверху у себя на столе». «Не забудьте», сказал синяя борода, «отдать мне его поскорее». Наконец, после разных отговорок, пришлось принести ключ. Синяя борода посмотрел на него, сказал жене, «отчего на этом ключе кровь?» «Не знаю», ответила несчастная жена, бледная как смерть. «Не знаете?» переспросил синяя борода. «А я знаю. Вам захотелось войти в маленькую комнатку. Ну что ж, сударыня, вы и войдете в нее, и займете там ваше место возле дам, которых вы там видели». Она бросилась к ногам мужа, плача, прося у него прощения и по всем признакам искренне раскаиваясь в своем непослушании. Прекрасно и печально она тронула бы даже скалу, но у синей бороды сердце было более суровое, чем скала. «Вы должны умереть, сударыня», сказал он ей, «и немедля». «Если я должна умереть», ответила она, глядя на него глазами полными слез. «Дайте мне хоть несколько минут помолиться Богу». «Даю тебе семь минут», ответил синяя борода. «Но не мгновение больше». Оставшись одна, она позвала сестру и сказала ей, «Сестрица моя, Анна, прошу тебя, поднимись на башню, посмотри, не едут ли мои братья. Они обещали навестить меня сегодня, а если ты увидишь их, дай им знак, чтобы торопились». Сестра Анна поднялась на башню, а бедняжка в тоске время от времени окликала ее, «Анна, сестрица, ничего не видать». А сестрица Анна отвечала ей, «Ничего не видать, только солнце палит, да трава на солнце блестит». Между тем, синяя борода держал уже большой нож в руке и кричал, что было мочи. «Скорее иди сюда, а не то я сам к тебе приду». «Еще минуточку, пожалуйста», ответила жена и тихо окликнула сестру. «Анна, сестрица Анна, ничего не видать». А сестрица Анна отвечала, «Ничего не видать, только солнце палит, да трава на солнце блестит». «Да иди же скорее», крикнул синяя борода, «а не то я сам поднимусь». «Иду», ответила жена, а потом окликнула сестру, «Анна, сестрица, ничего не видать». «Вижу», ответила сестрица, «большое облако пыли, оно несется к нам». «Это мои братья». «Увы, нет, сестрица, я вижу стадо баранов». «Да когда же ты придешь», закричал синяя борода. «Еще минуточку», ответила жена, а потом окликнула сестру, «Анна, сестрица Анна, ничего не видать». «Вижу», ответила она, «двух всадников, они скачут сюда, «Да ну они еще далеко». «Слава Богу», воскликнула она через несколько мгновений, «это мои братья, я подаю им знак, чтобы они торопились». Тут синяя борода закричала так громко, что задрожал весь дом. Бедняжка спустилась с башни, бросилась к его ногам, вся в слезах. «Это ни к чему не послужит», сказал синяя борода, «придется умереть». И схватил ее за волосы, он занес нож, и уже готов был отрезать ей голову. Бедная женщина, обернувшись к нему и глядя на него помертвевшими глазами, просила дать ей еще минуточку, чтобы приготовиться к смерти. «Нет-нет, поручи свою душу Богу», сказал он, подняв руку. В эту минуту раздался такой страшный стук в дверь, что синяя борода остановился. Дверь отворилась, и тотчас же вошли двое мужчин, которые, выхватив шпаги, бросились прямо на синюю бороду. Он узнал братьев своей жены, драгуна и мушкетера, и, спасаясь от них, пустился бежать. Но они так быстро за ним погнались, что поймали его, прежде чем он успел выскочить на крыльцо. Они насквозь пронзили его шпагами, и он упал мертвый. Бедная женщина сама была чуть жива, у нее даже не хватило сил подняться и обнять своих братьев. Оказалось, что у синей бороды нет наследников, и что жене его таким образом должны достаться все его богатства. Часть из них она употребила на то, чтобы выдать сестрицу свою Анну за молодого дворянина, давно уже любившего ее. Другую часть на то, чтобы доставить своим братьям капитанский чин. А остальные на то, чтобы самой выйти замуж за одного хорошего человека, который помог ей забыть то тяжелое время, когда она была женою синей бороды.